Меня зовут Маргарита Семикова, я основатель добровольческого движения «Созведи сердец». Мы организовались в начале 2000-х годов. Это случилось, когда я случайно от своей коллеги узнала о том, что в больнице нечем кормить детей от коньяков. Там было около ста ребятишек. И я помню до сих пор свои чувства, что мне тогда не стало их жалко. Я просто удивилась, что в городе Миллионники, а Новосибирск – это третий город по численности в России, столько взрослых, и вдруг есть дети, которых нечем кормить. Мы за сутки с друзьями, с коллегами собрали месячную норму, помогли больнице питанием, памперсом и всем остальным. Об этом узнали другие больницы, обратились к нам, и мы не смогли им уже отказать. И так вот организовался фонд, то есть добровольческое движение «Созвездие сердец». Потом мы стали узнавать, откуда эти дети берутся в больницах. Потом мы стали узнавать, куда они попадают, что есть здоровые, недоровые дети. И так вот добровольческое движение вдруг стало многопрофильным. Единственное, что мы попытались все-таки удержать, мы не занимаемся ни экологией, ни животными, мы все-таки нацелены исключительно на социальное волонтерство. В 2010 году мы организовали фонд, в декабре нам было 10 лет, чтобы выстраивать конструктивный диалог с органами власти. Пожалуйста, следующий слайд. Мы не только сами проводим добровольческие мероприятия, мы также помогаем партнерскими НКО в привлечении волонтеров. Да, сначала мы начинали обучать коллег, как привлекать волонтеров, как их мотивировать, как их удерживать. Но со временем поняли, что когда региональный НКО, там всего 3-2 человека, максимум 5 сотрудников, они занимаются абсолютно всем, но не хватает им силы заниматься еще и волонтерами. Поэтому мы, как операторы, стали просто привлекать волонтеров и готовить их под проекты наших партнеров. Мы всегда были Новосибирским фондом, но так получилось, что за время нашего существования наши волонтеры, они вместе с нами росли, выходили замуж, строили карьеру и разряжались по разным регионам. Пожалуйста, следующий слайд. Если они находили там себе замену, они, нам замену, они вливались в добровольческое движение того региона. А если вдруг замены не было, это начало 2000-х годов, то они нам звонили и говорили, вот есть бабушка, есть ребенок, которому надо помочь, местных никого нет, или очень слабенькие организации, которые не могут взять подопечного, давайте им поможем. И так получилось, что со временем мы из Новосибирска, у нас сначала было 5 регионов Сибири, потом добавился Урал, потом добавился Дальний Восток. Много лет, очень много лет мы себя искусственно сдерживаем только на территории трех федеральных округов. Это Дальневосточный, Сибирский, Уральский. Там мы проводим системную деятельность. У нас есть учреждения, в которые наши волонтерные системы находят. Очень много физических лиц. Но периодически бывают мероприятия, когда у нас очень сильный координатор, например, в каком-нибудь городе Липецке или Воронеже. И они настолько давно с нами, что несмотря на то, что это не наши федеральные округа, мы все равно там какую-то волонтерскую деятельность проводим. Пожалуйста, следующий слайд. В Москве и в Санкт-Петербурге у нас есть волонтеры, но там мы не ведем свою добровольческую деятельность. Там наши волонтеры просто либо заняты на фандрайзинговой деятельности, когда они ведут переговоры с представителями главных офисов компании, либо они встречают наших подопечных из регионов и помогают, сопровождают их в больницах и в других учреждениях. В принципе, наши регионные присутствия, они вот на слайде представлены. Чтобы представлять объем нашей деятельности за год, пожалуйста, следующий слайд. Там представлены цифры за 2019 год, ну, потому что 20-й у нас, как и у вас, достаточно специфически получился, да, учреждение закрыто, увеличилось количество физических лиц, кому мы оказываем помощь, но это немножко нестандартный год, чтобы по нему судить. В среднем мы проводим 480 добровольческих мероприятий. В 2019 году 150 НКО и соц. мед. учреждений получили нашу помощь. Очень много волонтеров мы привлекли. На нашем Ютубе канале есть 4 отчетных видеоролика. Ну, для меня всегда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, где можно посмотреть нашу деятельность именно в этих регионах, где коллеги местные говорят, насколько важен или не важен для них наш проект и какой вклад мы привлекли. Нам всегда очень радостно, когда мы можем на цифрах доказать, что стоимость волонтерского труда и привлеченных ими средствами оценивается значительно больше суммы, чем те суммы, которые нам даются на развитие волонтерства за отчетный период. Как правило, все эти цифры подкреплены бумагами, то есть мы можем документально это подтвердить. Поэтому приглашаю на наш Ютуб-канал, если интересно будет посмотреть, почему выбраны эти 4 региона, потому что там очень отличается от региона региона наша деятельность. Да, это все связано с социальным волонтерством и помощью НКО, но направления очень разные. Направление деятельности в каждом регионе зависит от того, какой координатор у нас там находится, его предпочтение, потому что нельзя заставить человека работать в том направлении, которое его не интересует. Как правило, мы не платим зарплаты нашим координаторам, и многие из них поддерживают нашу деятельность, ну, начиная с основания нашей организации. То есть некоторые волонтеры у нас более 10 лет с нами сотрудничают, и для нас это очень ценно. Ну, можно немножко, давайте поговорим про наших волонтеров. Пожалуйста, следующий слайд. Как правило, у нас около 20% мужчин и 80% женщин. На слайде немножко другие цифры, потому что мы вот заметили, если мы там проводим какие-нибудь зарницы, если мы проводим какие-нибудь благотворительные забеги, то количество мужчин увеличивается, безусловно. Если мы начинаем, ну, или мы оказываем помощь там пострадавшим от наводнений и так далее. Если мы видим просто свою рядовую деятельность, особенно под Новый год, то это, безусловно, женщин у нас больше. Мы не молодежные движения, у нас все-таки достаточно зрелые и взрослые люди. Да, безусловно, молодежь надо привлекать. Они у нас есть. Самому младшему нашему волонтеру около 7 лет, а самому старшему 79 лет. Это дедушка, который, ну, ходит и ремонтирует бытовую технику для наших бабушек и многодетных семей. Его все обожают, потому что у него энергии и харизмы, ну, просто на всех. Следующий слайд, пожалуйста. Что делают наши волонтеры? Например, детская группа наша волонтерская вместе с творческим коллективом входит и поздравляет ребятишек и детей-инвалидов и проводит вместе с ними совместные мероприятия. Ну, то есть очень важно показать инклюзию, что когда к деткам относятся их сверстники очень хорошо, для них это, безусловно, очень важно. Следующий слайд. Либо детская волонтерская наша группа в многонациональной школе, где достаточно много было конфликтов, они помогали в организации таких вот дней, национальных культур, знакомили между собой, проводили различные игры, чтобы снизить вот этот вот накал между национальностями, перезнакомить их. Ну, и действительно, за год мы, и мы, и руководство этой школы подтвердили, что есть очень положительные как бы влияния и изменения. Наши волонтеры продолжают в этой школе работать дальше. Следующий слайд, пожалуйста. Да, у нас есть волонтеры, которые заняты непрофессиональным трудом, ну, например, вот группа, которая готовится к благотворительным ярмаркам и делает открытку для продажи. Следующий слайд. Как я говорила, наши волонтеры, они росли вместе с нами, женились, вот у них уже приводит волонтерство своих подросших детей и не одно поколение. Следующий слайд. А другие волонтеры, они приводят своих бабушек-дедушек. То есть у нас нет такой цели привлечь. Вот в последние годы очень популярны серебряные волонтерства. Ну, вот около 50 человек у нас есть. Это те бабушки-дедушки, которых привлекли уже их дети-внуки, наши волонтеры изначально. И для нас это ценно, что не только как бы молодое поколение подтягивается, но и более старшее тоже идет в двустороннем направлении привлечения волонтеров. И для нас очень важно, что большая часть наших волонтеров владеет специфическими навыками. То есть, если наши волонтеры, они идут навстречу к незрячим либо слабовидящим детям, значит, мы их обучаем, как работать с этими детьми. То есть они заранее проходят обучение. Следующий слайд, пожалуйста. Если наши волонтеры приходят в хоспис, то они заранее их обучают, как ухаживать за малоподвижными и лежачими людьми. То есть они не просто там просто читают газеты, хотя это очень важно. Ну, например, у наших партнеров в Омске очень хорошо действует проект, когда приходят известные люди и читают газеты, книжки. Для подопечных, которые не видят, кроме медперсонала и редких родственников, сторонние лица, это очень важно. Этот проект очень популярен, потому что позволяет туда прийти волонтерам, которые хотят помогать, но не прошли специальное обучение. Хотелось бы мне отдельно рассказать, как мы, несмотря на то, что по составу персонала мы не очень крупный фонд, у нас не больше там, в среднем в год не больше 20 сотрудников, в зависимости от количества проектов, нам очень хорошо помогают волонтеры пробуона. Пожалуйста, следующий слайд. Это наша палочка-выручалочка, которая в зависимости от того, есть у нас деньги на зарплату или нет, покрывает наши расходы. Наши потребности. Пожалуйста, следующий слайд. Одними из первыми нашими волонтерами-пробунами стало объединение регистрации. Это организация, которая нас зарегистрировала благотворительным фондом. Они уже слышали про нашу деятельность последних 8 лет в Новосибирской области, очень высоко ее оценивали, и много лет они как волонтеры пробуона ведут наши дела. Единственный год, когда они сказали, что ребята, ну вот мы с вами уже 8 лет сотрудничаем бесплатно, давайте вы нам поплатите зарплату, когда мы получили большой грант в фонду президентских грантов, и там мы действительно закладывали зарплату на бухгалтера и юриста. Но как только этот грант закончился, ребята также сказали, все, вопросов нет, у вас нет грантов, давайте мы так же, как волонтеры пробуона, будем с вами сотрудничать. Мы, в свою очередь, всегда волонтеров пробуона тоже заинтересовываем, то есть это взаимовыгодное сотрудничество. В данном случае вот у этой компании в свое время была такая сложность, что у них часть персонала была очень молодая, а часть очень как бы зрелая, и между ними были вот небольшие как бы разногласия. Добровольческая деятельность, в рамках которой они ведут наша организация, позволила им одним, ну молодым, участвовать в наших благотворительных забегах и волонтерской деятельности непосредственно, а другой части, не отходя от своего рабочего места, вести наш обуваловательский учет и юридические услуги, и тем самым они, не отходя от рабочего места, помогали. Вот эта вот совместная благотворительная деятельность внутри коллектива и поддержка одного добровольческого движения фонда, безусловно, их как бы сплачивала. Вот много лет мы с ними сотрудничаем, и мы им очень благодарны, и надеемся, что также еще много лет с ними посотрудничаем. Из других примеров я могу привести следующий слайд переводчиков Юна. Они очень много помогают нам с переводами, много лет мы с ними сотрудничаем. Но хочу отметить, что волонтеры пробона не только помогают нам, как организации, они помогают и нашим подопечным. Пожалуйста, следующий слайд. Вот пример. Это волонтеры пробона, стоматологическая клиника, которая ежегодно проводит лечение зубов бесплатно для наших детей-инвалидов. Очень сложно даже с деньгами прийти маме с ребенком-инвалидом, у которого там трясется голова, руки, и многие коммерческие, даже коммерческие клиники отказываются от таких детей. Если они там громко кричат, дети с аутизмом, или неадекватно реагируют на окружащие. И здесь же настолько уже отработанная технология с ними работы, что даже дети с аутизмом спокойно реагируют на эти помещения, на эти врачей, и много лет мы сотрудничаем. Людей никто не заставляет. Это день рождения компании. Им предлагается, кто хочет в день рождения компании выйти бесплатно поработать, зарплаты за это не будут, и сделать добрые дела вместе с компанией, потому что компания, она предоставляет расходники бесплатно, то пожалуйста. И каждый раз идет очень малоограниченное место, и каждый раз среди сотрудников идет борьба, чтобы именно выйти в этот день. Выходит лучше из лучших, потому что это уже престиж выйти и бесплатно поработать, в пользу детей, в пользу созвездия сердец. И поэтому люди выходят даже не на целый день, но на 2, 3, 4 часа, либо поучаствовать, ну, потому что много желающих. Мы очень ценим то, что мы нашли такой формат работы с волонтерами-пробонами, что для них это очень, как бы, ну, престижно участвовать. Следующий слайд, пожалуйста. Вот волонтеры «Газпромнефть Аэро», они приходят в учреждения, где находятся постоянно ребятишки, с проектом читают книги. Например, они читают книги про лисички, после делают оригами этой лисички. Ну, и помимо того, что они волонтерят безвозмездно и помогают детям, скрашивают их досуг, они учат, как бы, приучают их к чтению. Они также еще и, как волонтеры, привлекают средства своей компании для поддержки данного проекта. Вообще, волонтеры «Пробона» очень… Извините, не волонтеры «Пробона», а кооперативные волонтеры очень часто помогают нам в привлечении ресурсов. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь пример, когда волонтеры Ростелекома, они, сотрудники Ростелекома, провели осеннюю ярмарку по продаже своей продукции, которую кто-то делал соленья, кто-то варенья, кто-то, ну, добывает мед. Они продают между своих филиалов, и все вырученные средства, они направляют на наши проекты. Суммы бывают из года в год разные, но посчитайте, если там только в одном городе Новосибирске больше десяти представительств, ну, то есть это достаточно существенная сумма получается. Следующий слайд. Опять компания «Газпромнефть Аэро». Это уже на городском мероприятии. Делают подделки, продают все. И, ну, хочу сказать, что из года в год достаточно существенный объем средств поступает именно от корпоративных волонтеров и волонтерского фондрайзинга. Нам это, конечно, помогает сильно. Ну, возвращаясь к теме волонтеров про вона, пожалуйста, следующий слайд. Хотела бы отметить, что с каждым годом у нас все сложнее и сложнее жить, и особенно у наших подопечных. И если мы раньше с начала основания нашего пути, мы просто хотели, чтобы к нам пришли волонтеры и помогали, ну, тем, чем могут, то с каждым годом нам больше требуется волонтеров про вона, которые обладают профессиональными навыками. Ну, вот, к примеру, 2018 года, когда мы бабушке, которая приехала из Киргизии, она одинока была, захотела подработать, потому что пенсия маленькая, у нее мошенники украли квартиру. Ну, то есть она как получилась? Она пошла устраиваться на работу каким-то образом. Она купила 16 вертолетов в США, и она должна была их перепродать в Китай, при этом она не умела пользоваться компьютером, это все как-то брокерские услуги и так далее. Она сама не поняла, как это сделала. Чтобы ей хватило денег на покупку этих 16 вертолетов, она, как она думала, сделала залог, взяла кредит, а на самом деле залог квартиры. Ну, и в итоге мошенники ее обманули и выкинули ее практически на улицу. Наши волонтеры-пробоны, юристы из Новосибирска, из Москвы, где был главной офис этих мошенников, и наши волонтеры-пробоны, журналисты, очень активно это все освещали, судились. И мы, понимаете, наши волонтеры, что нам хорошо повезло, что мы не только из Новосибирска, но и из других городов. В итоге массированного усиления, привлечения внимания к этой истории не только в Новосибирске, но во всех городах России, где было представительство этих мошенников, оно, конечно, повлияло положительно, и в итоге бабушки вернули квартиру. Несколько лет она вот в прошлом году умерла. Несколько лет бабушка прожила в своей квартире до самой старости, до самого последнего часа. И это, безусловно, заслуга наших волонтеров-пробоны, потому что у нас бы просто денег не хватило на все эти судебные разбирательства и привлечения журналистов. Следующий слайд. Хотела бы вам рассказать немножко про наших волонтеров-звезд. На нашем Ютубе-канале есть видео «Звезды поддержали созвездий середец», и там вы увидите всех, кто нас поддержал и сказал слова поддержки. Но хотелось бы остановиться на двух примерах. Следующий слайд, пожалуйста. Известная звезда Елена Темникова, экс-солистской группы «Серебро». Сейчас у нее сольная карьера. Она поддерживала несколько лет наш фонд. Следующий слайд, пожалуйста. Она не только поддерживала сама, приезжая на наши мероприятия, но и привлекала своих коллег. Вот, например, на этом слайде Нюша делает перепост сообщения Лены и рассказывает о том, что в Новосибирске будет благотворительный забег. Приходите, поддержите. То есть наши волонтеры, они из числа известных лиц, они не только собственным трудом и своими ресурсами помогают, но они привлекают еще и известных своих коллег. Следующий слайд, пожалуйста. Очень нам помогает, когда звезды прилетают к нам в Новосибирск. Для сравнения скажу, это не так, как, например, в Москве, куда-то на полчасика или на час ездить. К нам лететь только 4,5 часа в одну сторону. Обратно тоже 4,5. Ну, понимаете, 12 часов – это только дорога туда-обратно с регистрацией. Нам очень сложно привлечь к нам звезд только из-за того, что мы достаточно далеко находимся. Ну, даже находясь на долине, более 40 известных лиц мы смогли привлечь, и мы считаем, что это, безусловно, заслуга и нас, как организации, наших волонтеров, которые знакомы с этими звездами и привлекают. Вот. Ну, хочу сказать, что Елена пошла значительно дальше. Следующий слайд, пожалуйста. Когда она сотрудничала с одной из компаний по выпуску «Бижутерия», она выпустила свою линию и частично говорилось, что вот вышли специально такие браслеты, которые продавались в сети этой компании, и отчисления шли в нашу организацию. Безусловно, купить браслет с автографом звезды Нюши, Димы, Билана, Ёлки, с самой Леной Темниковой, очень привлекательно, и это хороший пример, как можно привлекать волонтеров не только для записи видеороликов, но и для использования их ресурсов. Мы, Лене, благодарны за такую возможность и сотрудничество. Следующий слайд, пожалуйста. Еще очень замечательный наш актер Антон Богданов. Он раньше был известен по сериалу «Реальные пацаны», а сейчас у него в копилке уже очень много хороших фильмов и из последних «Огонь». Он несколько раз к нам и приезжал, и записывает в виде обращения. Это привлекает молодежь, которые, как вы видели по диаграмме наших волонтеров, у нас не так много, да, мы все-таки взрослое добровольческое движение. Ну, собственно, примером он всегда обогащает наши мероприятия, привлекает очень много участников и очень много новых волонтеров. Пожалуйста, следующий слайд. Из последней акции это «Поехали вместе». Следующий слайд, пожалуйста. Когда люди приезжали, приходили в торговый центр, они садились на велотренажеры, крутили педали, и на большом экране видели, что из-за того, что они крутят эти педали, на табло добавляются дополнительные средства, которые в конце этого мероприятия партнеры нам перечислили. Вместе с Антоном Богдановым, пожалуйста, следующий слайд. Участники и волонтеры мероприятия накрутили на 750 тысяч рублей. Ну, по-моему, замечательный результат за 4 часа, но это бы не случилось без Антона Богданова, который привлек участников, и компании-партнера. Особо подчеркну, мы никогда не платим гонорары звездам. И даже по большей части мы очень редко, когда нас просят оплатить в перелет. Вот. Если посчитать все перелеты звезд, то это меньше 50%, когда мы оплачивали. Да, безусловно, мы стараемся подгадать, чтобы у них были какие-то дела в самом Новосибирске, да, там съемки, концерты. Но вот. Поэтому, если говорить про этот пример волонтерства звезд, то это безусловно и стопроцентный бесплатный труд, безвозмездный труд с их стороны. И учитывая, что они еще к нам и прилетают зачастую за свои средства, это как бы еще их вклад как благотворители. Я не говорю, что это нормально считаться, когда мы не оплачиваем даже дорогу, но когда такая возможность есть, мы очень благодарны, что они такую возможность предоставляют. Ну и следующий слайд, пожалуйста. Хочу сказать, что труд наших волонтеров оцениваем высоко не только мы, но и профессиональное сообщество. Так вот, у нас несколько конкурсов, как серебряный лучник мы неоднократно выходили в полуфинал и стали победителем «Золотого соболя». Это специальный конкурс пиара специалистов, где наш проект, один из первых благотворительных забегов, стал лучшим благотворительным проектом в части пиар-продвижения. Над его продвижением участвовали исключительно волонтеры Парбона, безвозмездно. Ну и самый последний слайд, потому что хочется не только рассказать о нас, но и немножко похвастаться. «Созвездие сердец» получила признание, как организация, ведущая значимую деятельность для регионов. В разных регионах мы получали такие признания. И в Новосибирске, и в регионах присутствуют там Хабаровск, Ахай-Якутия, Красноярск, Челябинск. То есть фонд имеет несколько наград, и многочисленное количество благодарственных писем и дипломов. Последний слайд, пожалуйста. Я рада возможности рассказать о нас, и если у вас есть вопросы, помимо вопросов Юрия, то готова ответить. Если вы хотите больше узнать о фондрайзинге, о волонтерском фондрайзинге, в том числе с участием звезд, то еще раз приглашаю на YouTube-канал, потому что там есть видеоролики всех этих мероприятий. Можно посмотреть. Спасибо. Да, Рита, спасибо огромное. На самом деле очень интересно. Я даже пытался как-то что-то такое себе зафиксировать, и вопросы тоже действительно очень разнообразны и очень впечатляют. И скажи, пожалуйста, правильно ли я понял, вот я сейчас как-то так схематически постараюсь, правильно ли я понял, что ваши основные такие волонтерские направления, ну, есть некое такое волонтерство акций, ну, вот забеги, там, чего-то такое еще, да. Отдельно стоит волонтерская помощь конкретным благополучателям, и она, видимо, делится на помощь в учреждениях, и вот, наверное, адресная какая-то помощь. Вот, и потом по деталям вернемся. Дальше есть целое направление, вот как раз про боноволонтерство. Здесь вы сотрудничаете с дружественными, да, бизнес-компаниями, которые специализируются на тех или иных услугах. Ну, вот как юристы, например, да, зубные техники и так далее. Но при этом у вас есть, видимо, и разрозненные профессиональные волонтеры, как журналисты или еще кто-то, кто иногда подключается. Но в основном это с компаниями, видимо, сотрудничество. Правильно? Про бонов. Да, про бонов в основном с компаниями. Но, подчеркну, мы и объясняем, когда приходим, и сами это очень сильно отслеживаем, что нет такого волонтерства про бонов, когда их назначают. Мы всегда приходим и убеждаемся, что эти люди действительно хотят сами помогать, а их не заставили. Потому что в начале пути мы совершали такие ошибки, когда верили на слова, что это действительно волонтеры про бонов, потом узнавали, что их обязали. Настроение руководства может меняться, но настроения истинных волонтеров нет. И поэтому во втором случае, даже если компания как-то пересматривала свои отношения, то волонтеры у нас оставались. Да, в основном мы работаем с агентствами, ну, с компаниями. Вот пиар компания Inmar, нас много лет поддерживает и помогает нам, и потом через нас туда вошло еще несколько наших коллег, которых мы засватали им. Ну, слава богу, им хватает, их хватает пока что на всех, и дай бог дальше продолжится. Ну и да, есть отдельные волонтеры, которые пришли просто покидать там снег с крыши пенсионера, а потом просто свои профессиональные услуги оказывают. Если у нас есть бюджет, то мы стараемся найти подрядчика именно среди людей, которые разделяют социальную составляющую нашей деятельности. И в первую очередь мы обращаемся к ним, и, как правило, цены всегда ниже. И смотри, тоже правильно ли я понимаю, что есть у вас еще направление, оно может быть не столь большое, но есть это волонтеры, которые помогают осуществлять привлечение средств, волонтеры фандрайзинговые, которые находятся где-то далеко за вашими территориями, в каких-то других регионах, и волонтеры звезды. Вот, собственно, основные направления, которые я перечислял. И я бы хотел, прежде всего, сосредоточиться на помощи в учреждениях и помощи людям, поскольку все равно все, наверное, мы не охватим на самом деле. И вот в связи с этим меня очень впечатлило, наверное, немного организаций в стране, в которых, как ты говоришь, большинство волонтеров, люди уже взрослые, зрелые, у вас не так много молодых. И поэтому первый вопрос у меня, вот именно в этой сфере, связанной с помощью людям, а с какими мотивами вообще людей вы сталкиваетесь? И вот что привлекает пожилых именно у вас? Если говорить про мотивы вообще, то они, безусловно, многообразны. Это может прийти люди, которые на хороших работах, но перекладывают бумаги, там, бухгалтера, юристы, или просто менеджеры продажа, они говорят, я потерял смысл жизни, я не понимаю, у меня все хорошо, машина, дом, семья, большая зарплата, отпуск, но я перекладываю эти бумажки, я не понимаю смысла жизни. Вот это вот последние года очень много, когда приходит именно с мотивацией, что я потерял смысл жизни, я не понимаю, зачем я работаю и существую. Есть очень большое количество молодых специалистов, которые приходят и говорят, я там учусь или уже заканчиваю, или бы я уже просто открыл свой новый хобби, новый бизнес, у меня еще мало клиентов, я хочу заработать просто портфолио. Это часто там креативные пиар-агентства с этим приходят. Вот единственное, мы жалеем, что к нам никто по СММ до сих пор не приходит с таким. Нет, у нас были довольно-таки длительные периоды волонтеры про гоно по СММ, но как только они сворачивались, у нас как бы все опять рушится в соцсетях. Но наработать портфолио тоже достаточно, как бы, ну, большое количество. Приходит тоже тенденция последних лет, приходят люди, которые, ну, дай бог, либо они сами откровенно говорят, что я пришел за социальным лифтом, я хочу через вас, то есть я хочу стать молодежным мэром, а потом стать чиновником, и для этого мне нужна общественная деятельность, поэтому возьмите меня волонтером. Но даже если они это не говорят, то наши волонтеры, наши координаторы, которые ведут отбор волонтеров, мы об этом чуть позднее, более подробно остановимся, они отслеживают эти скрытые мотивы и тоже, ну, как бы, вытаскивают. Вот последние годы тенденция, я хочу быть чиновником, хочу быть там политическим деятелем, общественным там, очень большое количество молодых людей, достаточно там до 30 приходит. Вот, и мы им не отказываем, потому что на самом деле, вы, коллеги, сами знаете, на каком количестве там различных пустых заседаний нам приходится быть, сколько справок нам приходится готовить, которые просто сложат бумаги. Хочешь социальный лифт и стать молодежным мэром, умей готовить чиновничьи бумаги, поэтому вот тебе исходные данные, садись, формируй справки, сформируй доклады, давай мы с тобой это все отработаем. Такие люди тоже нужны. Я вообще считаю, что очень мало мотиваций, которые нам не подходят. Бывает, просто мы не все мотивации можем реализовать сразу, но мы в любом случае фиксируем, откладываем и потом отслеживаем, осталась эта мотивация у человека или изменилась. С чем мы не работаем? Мы не работаем с эмоциональными травмами, когда приходят волонтеры и рассказывают о том, что вот у него или у нее умерла бабушка, дедушка, я понял, как мало я им оказывала внимания, я хочу помочь, взять на поруки какую-нибудь бабушку, дедушку и помочь. Мы считаем, что в данном случае не волонтеры для волонтерства, а волонтерство для него. И вот решение эмоциональных проблем, оно не идет, ну, чаще всего не идет на пользу нашей подопечной, поэтому мы им не отказываем, мы откладываем либо по времени, либо договоримся о чем-то другом. Не приходим с ярыми, активными личными позициями. Например, когда приходит многодетная женщина и считает, что все должны родить по пять детей, и вот семья, истоки, либо с религиозными какими-то. Мы стараемся, чтобы все-таки наши волонтеры были достаточно нейтральны, хотя бы не так активно это все озвучивали и говорили. Нет, у людей может быть своя позиция, иначе бы они не стали волонтерами, но не за счет наших подопечных. И тоже большая проблема, что третья тенденция по мотивации волонтеров приходят мамы, папы, бабушки и дедушки и говорят, мой сын, мой сынок или дочурка маленькая, ну какая маленькая, 14 либо 19, либо 21, вот эта вот маленькая может идти до 35-40 лет. Он инфантильный, и я хочу, чтобы он через волонтер, через общение с другими людьми, он как бы стал более активный. Но опять же, извините, наши волонтеры могут нянчиться с нашими подопечными. Но волонтеры и нянчатся со здоровыми людьми, идите к психологу, идите на тренинги, ладно, извините, наши волонтеры не могут еще и нянчиться с вашими великовозрастными лбами. Поэтому в основном вот эмоциональный, инфантильный, религиозный, либо там какая-то другая активная позиция, это три основных мотивации, от которых мы отсеиваем. Остальные... Скажи, пожалуйста, вот все-таки про пожилых очень интересно. Вот, да, почему вот... Давай от обратного. А чего у вас не находит молодежь? Чего у нас не находит молодежь, сейчас я объясню. Они у нас не находят комьюнити, сообщество для молодых, они у нас не находят комьюнити мероприятий, не когда волонтеры проводят волонтерские мероприятия, а когда мероприятия для волонтеров. Да, безусловно, у нас есть там мероприятия, когда мы мотивируем либо поощряем волонтеров. Это бывает и в присутствии звезд, просто какие-то концерты, либо еще что-то. Но вот работать с комьюнити именно молодых волонтеров по возрасту, а не по как бы их активности либо опыту работы, у нас, к сожалению, нет таких вот... Сначала не было специалистов, мы не знали, как это правильно делать, да, эту тусовку и тиктоки, и все остальное. А сейчас у нас, ну, в связи со всем этим, у нас просто нету, образно говоря, финансов, чтобы этим заниматься. Вот этого они у нас не находят. Тусовки молодежные, тиктоков, они вот этого не находят. Если говорить про старшее поколение, то тех, которые приводят наши волонтеры более, ну, юного возраста, они говорят, что я вот бабушка-дедушка, я знаю, что моя дочка много лет с вами сотрудничает, я тоже хочу, то есть это новое общение, новые социальные связи, либо я хочу почувствовать себя нужной и живой, либо, говорит, я хочу наладить взаимоотношения с моим молодым внуком, который тоже к вам ходит. Ну, то есть, безусловно, первое – это общение, второе – почувствовать себя нужным, а третье – у них тоже есть самореализация, они очень хотят передать свой опыт, свой жизненный, либо трудовой, и это очень ценно, потому что сейчас пошел в регионах, как бы, повернулись люди к рабочим профессиям, а специалистов-то нет, поэтому, да, волонтеры старшего возраста для этого очень, как бы, подходят. Ну, я слышу еще вот, что на самом деле, исходя из того, как ты все рассказывала, все описывала, у меня такое чувство, что изначально у вас подход, он достаточно профессиональный в этом, что у вас вся система подстроена под людей зрелых не с точки зрения возраста, а с точки зрения самостоятельности, с точки зрения ответственности, с точки зрения участия, да, и в этом смысле, может быть, вам просто некогда, скажем так, возиться с теми, да, вокруг кого надо как-то, не знаю, там, прыгать, бегать, не знаю там чего, но это вот мое такое восприятие сказанного, и у вас просто такая модель, как бы. Юра, ну, ты абсолютно прав, одно время мне было стыдно в этом признаваться, но потом, ну, если так сложилось, да, слава богу, это достаточно известное добровольческое движение, и теперь мы сами можем выбирать волонтеров. Единственное, что люди, которые к нам приходят, нам не подходят из-за того, что именно по причине, что мы не хотим с ними, например, нянчиться, мы их не бросаем. Мы их всегда, у нас сейчас такой пул партнерских организаций, которые мы просто берем их и передаем нашим партнерам, которые готовы вот этим заниматься. Это не звездность наша, но просто реалии, что мы настолько действительно нацелены на результат, что мы вот отбираем то, что вот эти вот нам полностью как бы подходят, и идем, 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 идем. Ну, потому что, когда такой масштаб деятельности, столько учреждений, тут уже не до сантиментов, собственно говоря. Но мы их не бросаем, мы их передаем нашим партнерам, которые готовы и хотят этим заниматься. А прокомментируй, пожалуйста, вот такое очень распространенное понятие, оно очень, на самом деле, популярно, как, ну, звучит оно, как замотивировать волонтера. Смысл в том, что к тебе приходит некто не очень пожелающий с тобой работать, ты чего-то с ним делаешь, я не знаю чего, а потом он какое-то время, скажем так, на какие-то вот цели организации работает. Вот с вашей точки зрения, с точки зрения твоего опыта, вот эта вот история, вот как ты ее можешь прокомментировать? Ну, честно говоря, я не совсем поняла вопроса, это мне напоминает, когда приходят к нам студенты на практику и говорят, ну, вот это, блин, практика, поэтому ее нужно пройти. И мы в данном случае сразу говорим, так, давайте обсудим, вы для галочки или действительно практику пройти? Мы для галочки. Я не буду на них тратить время. Я за годы жизни как бы убедилась, что время мое и моих сотрудников стоит дороже, чем деньги, поэтому я ставлю им галочку и говорю, до свидания. Ну, потому что, ну, что тут сделать? Это уже вопрос как бы... Да и вкачивать что-то в человека для того, чтобы он что-то для тебя сделал, для тебя это невыгодно, прямо скажем, да, для тебя это затратно, да, и... Для меня это затратно. Если бы у меня был стабильный бюджет и мои координаторы получали зарплаты, то, безусловно, я бы этим занималась. Если бы у меня был проект нацелен на это, как бы разбудить человека и повысить его статус в пирамиде Маслова, ну, у меня такой как бы нет. Но если, знаете, бывает такое, что приходят дети либо подростки из неблагополучных семей, и у меня задача как бы не вовлечь его в волонтерство, чтобы он на меня бесплатно поработал, а изменить его мировоззрение и показать ему другие пути и другое круг общения. Вот в такой как бы категории мы нянчимся. Мы их обхаживаем, наши волонтеры, которые за новочками, стажерами как бы следуют. Мы придумываем как бы их заинтересовать. Мы пытаемся показать какие-то разнообразия, формы и мероприятия, чтобы он сказал, вот эти вот 10 мне не подошли, 11 что-то щекнул, чтобы хоть как-то он со своей проторенной дорожкой ушел. Вот с такой категории мы нянчимся. Но, извините, эту категорию мы сами выбираем, что это неблагополучные, чуть ли не криминальные семьи, и нам нужно что-то с ними делать, чтобы изменить. При этом, опять же, это все происходит при сохранении здоровья и безопасности наших подопечных. То есть не во всякое место учреждения мы их вольем. Чаще всего они, образно говоря, варятся в кругу наших волонтеров, которые заняты организацией каких-то мероприятий, либо вместе с ними куда-то идут, но под пристальным вниманием. Скажи, пожалуйста, каковы все-таки критерии отбора волонтеров? Ну, отбор, слово некорректное, конечно, но критерии вхождения волонтеров в ваше сообщество, и как это все фиксируется? То есть вот эту всю процедуру, там, я не знаю, какие-то, если у вас есть какие-то правила, анкеты, там, какие-то базы данных, там, как это все, вот, средства коммуникации, вот это вот все, как это происходит? Ну, схема следующая. Первое, что делает каждый волонтер, он заполняет анкеты, либо на нашем сайте, либо в любой соцсети у нас есть ссылка на анкету. После этого ему приходит приглашение на собеседование. На собеседование еще нужен, как бы, личный контакт, потому что наши координаторы с этим, у этого волонтера проверяют, действительно ли он, ну, тот человек, который написал себе, там, не Кошечка 64, и не Иван Петров, а действительно он приходит с паспортом, либо со свидетельством о рождении, который подтверждает, что он есть он. Вот. Если он хочет помогать, там, в организации мероприятий, это одно. Если он хочет помогать в хосписе, это он не просто собеседование проходит, он идет, идет, проходит в школу волонтеров, где ему там обучение идет. Если он без этой школы волонтеров, ему достаточно просто собеседования, там он узнает этические кодексы, основные права, обязанности, подписывается, ну, подписывается, что он однокомленный и готов им следовать. Вот. После этого он целый год, у нас волонтер, находится на стажировке, то есть он не принят на нашим волонтером, он стажер. У него есть координатор, который как бы вместе с ним все отслеживает, и он, ну, как бы ведет дневник наблюдений, и, понимаете, вот, возможно, в Москве как бы с этим все проще, но у нас в регионах не так все развито, и действительно, как бы вам сказать, истории за годы, за годы нашей деятельности были разные. Я помню, вот в начале нашего пути, вот просто Бог милого, когда мы еще даже не знали, что мы добровольское движение созведи сердец, мы просто люди были, которые собрались с форума, да, пошли в дом ребенка, там были еще какие-то волонтеры из других мест, но вот просто нас объединили, люди с толпы, и потом мы случайно увидели, что одна тетенька просто несет младенца, и она уже подошла к воротам, вот я думаю, слава Богу, что этот пример перед глазами был в самом начале моей волонтерской деятельности, когда еще движений не было, когда я просто сама волонтером стала, что я поняла, вот изначально, что безопасность – это наше все, вот, и в регионах достаточно серьезно ко всему этому относятся, если, вот я знаю, волонтеры в Москве в большинстве в своем случае могут, как бы это сказать, даже не сдавать никакие справки, у нас есть правило, если ты не выходишь в учреждение либо подопечен, пока ты не предоставишь определенное количество справок, первая справка – это об отсутствии судимости через госуслуги, слава Богу, раньше она там месяц выдавалась, сейчас там две недели, десять дней, вторая – это нарко и психа, если у вас есть, как бы, живые права, то вам не обязательно их, как бы, переполучать, вот, то есть вот эти вот три основные справки, которые мы всегда спрашиваем с наших волонтеров, бывают, конечно, смешные случаи, когда там приходит мужчина, там 55 лет, вот сами уже, как бы, сотрудничек как благотворитель, сейчас захотел быть волонтером и говорит, слушайте, я не знал, но вот у меня справка судимости оказывается… А он даже не понял, что по хулиганству когда-то малолетку, он там, у него что-то было, ну, легкое, просто хулиганство, вот, ну, понятно, что такое не является препятствием, это же ни средние, ни тяжкие, но, вот, и после года мы уже принимаем, ну, либо после года, либо после 12 мероприятий, мы принимаем решение и его официально с поздравлениями называем как бы волонтером и включаем в общий чат, то есть до этого он купался как бы в чате для стажеров, там с ними, ну, довольно-таки больше внимания уделяется, нянчится, потому что есть какие-то сложные вопросы, есть какие-то просто по непониманию, вот это им объясняется, и с ними как бы пытаются найти именно их мотивацию, пытаются найти, чем их заинтересовать, чтобы им тоже было интересно, а не просто как бы, ну, отбывание, вот, после того, как волонтеры, стал волонтером, в нашем понимании, да, формальном, мы смотрим, мы очень пытаемся развивать людей, которые готовы отвечать не только за себя, но и за других волонтеров, мы их называем кураторы, они уже как бы кураторы либо направлений, либо волонтерских групп, либо отдельных проектов, вот, ну, в принципе, вот такая у нас анкета, собеседование, либо школа волонтеров, стажировка, деятельность со всякими супервизиями, да, и, ну, да, безусловно, волонтеры уходят, вот мы обратили внимание, что раньше у нас волонтеры, там, 10 лет были, 7 лет, но чем моложе волонтер к нам приходит, тем меньше срок его, как бы, волонтерской деятельности, в среднем это 3,5 года, и мы к этому нормально относимся, потому что мы понимаем, что это не сотрудник, это волонтеры, у них меняются обстоятельства, либо им просто, у них все хорошо, ничего не изменится, но им нужно от волонтерской деятельности отдохнуть, и, как правило, 75%, ну, 74, там, 74, в общем, по-разному из года в год, они к нам возвращаются через 2,5 года, через 3, то есть они абсолютно, как бы, ну, совсем не исчезают, это очень малое количество людей, которые, как бы, совсем уходят и уже не возвращаются. Вот я услышал про вот этот дневник наблюдения, это что, это некая экселевская таблица, в которой координатор, ну, я сейчас выдумаю, там, помечает, там, вот был день гугуна, волонтер пришел там вовремя, отработал хорошо, все прекрасно, да, или там опоздал, там, или, не знаю, там, пришел подвыпившись, вот как-то так, что ли? Да, Юр, все верно, дело в том, что в начале нашего пути у нас был такой опыт, что первый же год нашей деятельности, когда мы официально поняли, что мы именно добровольческое движение созвездий сердец, придумали название, в конце года нас один из спонсоров захотел поощрить именно наших волонтеров, и стал вопрос, а как же их между собой оценивать, они все замечательные, хорошие, и как оценить вот эту вот стажировку, у нас тогда еще не было стажировки, мы просто брали сразу волонтеры и так далее, и поэтому с тех пор у нас уже много лет, и есть такая, ну, как бы процедура, волонтеры приходят на мероприятие, координатор, который курирует это мероприятие, по итогам ставит оценку, если он опоздал, минус один балл, если он вообще не пришел, минус два, ну, если он не пришел второй раз, не предупредивши, я имею в виду, мы с ним уже, честно говоря, не сотрудничаем, если он хорошо отработал, там, плюс три балла, если он не только, как бы, отработал под себе, но и помог другим волонтерам, без указания куратора, да, сам, мы просто наблюдаем, нам же тоже нужны активные люди, которым можно поручить там, целое направление, либо проекты, уже плюс десять, и каждый волонтер по окончании мероприятия, его знакомы с этими оценками, он сказал, ну, им говорят, координатор за участие в вашем мероприятии поставил столько-то баллов, за то, когда в конце года там, возникают какие-то возможности, например, вот концерт Лены Темниковой, нужно ее встретить в аэропорту, проводить, ну, там, с Антоном Богдановым так несколько раз было, ни у кого вопросов не возникает, почему пригласили там Машу Петрову или Ваню там, Смирнова, потому что все знают, у них больше всего количества баллов, понимаете? Это повышает нашу прозрачность и повышает, что у нас действительно все равны, всем все понятно, если какие-то вопросы по баллам, они сразу быстро, оперативно решаются, если не могут решить, привлекаются вышестоящие координаторы, и, как правило, конфликтной ситуации у нас практически не возникает, это очень большая редкость, там раз в три года что-нибудь такое случается. Да, спасибо огромное, и теперь вот попрошу перейти, вот расскажи, пожалуйста, про кураторов, координаторов, честно говоря, я запутался, вот координаторы, они что, вот эти целые направления, как я говорил, там акции, помощь учреждений, или они более мелкие, вот как это все распределяется по вот этим вот вашим координаторам, кураторам, чем они отличаются, что они координируют? Куратор у нас куратор направлений либо учреждений, а координатор – это человек, который координирует конкретное добровольческое событие, добровольческое событие – это может быть, ну, например, единичный выход в учреждение, то есть там идет системная работа, но за каждый выход у нас все равно назначается ответственный из числа волонтеров, которые могут отвечать за других, вот. Мы, поскольку мы работаем на разных регионах, у нас делится как бы головной офис на Сибирске, да, он включает в себя координат, куратора по волонтерам проблона и кураторы по конкретному региону, например, в Екатеринбургской, там, Свердловской области, один координатор, ой, извините, куратор, который за это отвечает, там, в Челябинске другой куратор, в Челябинске, например, могут быть координаторы разных учреждений, если они как бы стабильны, вот один человек постоянно работает с одним учреждением, если же это, у этого учреждения нет определенного куратора, постоянного, то мы назначаем в своей среде, в своей волонтерской группе, которая там пятницу туда идет, кто будет отвечать за это все, если нету сотрудников фонда, как правило, сотрудников фонда на всех не напастешься, вот. У нас были случаи, когда, там, Катя Мандерская, у нас есть такая девушка, она была координатором сначала мероприятий, различным там забегом в Южном федеральном округе, потом она стала куратором с Южного федерального округа в целом, потом она стала директором Новосибирского офиса, то есть у нас, как бы, волонтеры растут по социальному лифту, не только по партнерским организациям, но и внутри нашей ЭВАФОД, они также имеют карьерный рост. Ну, а вот, чтобы представить себе масштаб, вот, кураторов, которые, ну, не за округа, вот, которые все-таки за учреждение, или там вполне локальное, конкретное направление, у вас сколько, штук 20, 40, сколько, 100, я не знаю. Нет, у нас около 50 человек. 50, и они в такой пирамидальной структуре, они подчиняются, вот, конкретным региональным кураторам? Да, 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 но они имеют право обратиться к куратору головного офиса в Новосибирске, который отвечает за... Понятно. Да, понятно. Собственно, почему мне было важно это? Потому что теперь я это хочу соотнести с волонтерами. Вот поступает вот эта самая заявка, и ты говорила, да, что вот эти кураторы-координаторы, они, значит, вот эти небольшие какие-то сообщества как-то пасут, окормляют, и то есть получается, что у вас, ну, видимо, где-то отдельно в Excel существует, а по факту нет, единое такое вот, единого сообщества волонтеров нет, волонтеры формируются в мини-сообщество вокруг кураторов? Поступает заявка от волонтеров. Да. Ее, как правило, смотрит куратор по волонтерству Новосибирского офиса. Если по какой-то причине он загружен, он отправляет эту заявку куратору того региона, откуда его пришла эта заявка. Ну, хорошо. То есть если анкета пришла из Челябинска, значит, мы отправляем ее в Челябинск. Только при случае, если в Новосибирске куратор занят и не может. Тут проводит собеседование, оформляет все эти документы, это давно у нас уже находится в облаке. Пассажером у нас находится в облаке. Вот. Он, значит, проводит собеседование, либо назначает его на школу волонтеров, проверяет наличие всех справок, которые с нас требуют региональные органы власти и руководство учреждений. В каждом регионе ситуация рана. Да, вот эти три основные справки есть в виде, но в некоторых регионах это все еще добавляется, различные там ВИЧ-спит, гепатит и сифилис и все остальное дополнительными справками. Он делает отметку и отправляет уже волонтера по тому направлению, либо в тот проект, который отвечает мотивация этого волонтера. И там уже говорится, и там уже это все... То есть волонтер говорит, я хочу помогать в хосписе, или я хочу бегать на забеге, да? И он, этот человек, осуществляет всю проверку и потом отправляет его тоже, видимо, конкретному куратору, отвечающему на забеге. Да, да, все верно. Но единственное, что у кураторов регионов есть доступ к тем табличкам, которые ведут координаторы направлений. И от координаторов направлений и учреждений он получает, безусловно, отчеты. Он видит, сколько мероприятий прошло, кто как отличился, средний балл там, ну и все, что не получилось. Но конкретным, скажем так, в хорошем смысле руководителем волонтеров является вот конкретно этот уже, кто он у вас там, куратор хосписа, да? Да, да. И по сути этот волонтер не используется больше никем, а он подчинен, скажем так, ему и отрабатывает все в этом хосписе. Он подчинен ему, но он находится в группе в WhatsApp, который как бы там, он не может отправить сообщение, но он видит все вакансии, которые есть по его региону. И он уже принимает решение, во-первых, состоит ли в этой группе, смотрите ли он на другие дополнительные вакансии или нет, и участвует ли бы в чем-то еще. Потому что первый проверочный как бы, ну, первый блок проверки, он прошел, мы его приняли к себе, вот. Ну, смотри, то есть сейчас еще раз. Если я записался в хоспис и начал ходить в хоспис, то у меня есть четкие задачи. Ну, условно, я там прихожу каждую субботу и чего-то делаю, да? Да. Но попутно я заглядываю в чат, и ты, например, пишешь, что нужно на машине отвезти чего-нибудь, гум-помощь куда-нибудь. Да. Я могу взять, могу не взять. Да. Вот. Но при этом у вас в этом же чате есть волонтеры, которые не прикреплены никаким хосписом, а это просто вот такие, скажем, болтающиеся сами по себе люди, которые иногда подхватывают заказы. Так? Если, это так, но тут есть такой нюанс. Там болтаются люди, которые прошли стажировку, уже годовую стажировку, либо 12 мероприятий. Хорошо, но в конкретный момент они никакому хоспису, никаким забегам не привязаны, они просто ждут вот таких разовых просьб. Да. Но при этом за ними тогда их эффективность труда отслеживает координатор, который отвечает за эту вакансию. Да, я понимаю, да. И адресная помощь, очевидно, осуществляется по этой схеме у вас. И никакого отдельного, или есть отдельная группа? Нет, для адресной помощи у нас, безусловно, это персональные данные и безопасность подопечных, да, и одиноких стариков, безусловно. Это отдельная группа, отдельная, которая занимается только адресной помощью. У нас люди слева, ну, левой просто не могут быть. Это может быть водитель, который просто болтался, но он не поднимается даже на этаж, не заходит даже в подъезд. Вот это очень важно. То есть вы доверяете одиноких стариков только там суперпроверенным людям, да, которые также собраны в какие-то отдельные закрытые чаты, и вы данные этих, ну, скажем, несчастных, чаще всего несчастных, да, стариков вы не выдаете ни в какое-то... Мы не выдаем. И, как правило, стажеры не имеют доступа даже к этим чатам. То есть это только люди, которые на деле прошли проверку, не просто формально-то по документам и собеседованию. В этом смысле, да, более-менее понятно. С точки зрения средней регулярности участия волонтеров, вот там условно раз в неделю, два раза в неделю, вот вы это как оцениваете? Ну, это же зависит... Вот те, кто в постоянных проектах имеется в виду, не те, кто болтаются, а именно в постоянных проектах, хосписы там или еще что-то. Это все по-разному, потому что, например, если это волонтер, который сопровождает детей-инвалидов в школах, да, то он должен быть там каждый день. Каждый день мало кто может, если не бабушка, которая живет через дорогу, да, что она сопровождает этого ребенка из класса в класс, то, ну, в среднем они, получается, два раза в неделю участвуют. Два раза в неделю. По этому проекту, да. Кто-то чаще, но в среднем два раза в неделю. Если это наша тетенька старшего возраста, которая согласна с чужими детьми ложиться в больницу из сельской местности, потому что у мамы там еще корова, две коровы и свинюша, и трое маленьких детей, она не может с этим ребенком лечь. Это, ну, вот от случая к случаю. Раз, легла на две недели и ждет следующего, когда, ну, там, будет такой запрос. Ну, тут все индивидуально зависит и от региона, и от проекта, и все остальное. Я не могу сказать, насколько, как они часто. Я хочу сказать только, что мы, когда говорим, что подводим итоги, у нас и база волонтеров делится на активные и неактивные. Активные – это те, которые хотя бы раз в год что-то участвовали. Мы считаем, что в этом году у нас волонтеров столько-то. Их три тысячи, а то, что у нас там еще десять анкет, мы это уже не смотрим. Это у нас пассивно, мы не говорим о них. Да, понятно, спасибо. А как бы ты описала ответственность вашей организации по отношению к волонтерам? Вот, что вы для них, не знаю, там, делаете, как помогаете, не знаю, что. И вообще, вот, чувствуете ли вы за них ответственность? Безусловно, мы гарантируем волонтерам здоровье и безопасность при выполнении наших правил. Ну, то есть, они могут быть уверены, что если они идут к одинокой бабушке, там, вытирать ей пыль, мыть полы или принести продукты, из соседней комнаты не выползет ее пьяный с ног бомж, который на них набросится. То есть, они знают, что любую семью, любую, как бы, квартиру, куда мы запускаем последствия, ну, последствия волонтеров, приходил наш координатор, говорил с соседями, смотрел все, либо, ну, смотрел справки и собирал справки у соцзащиты, где эта бабушка, там, находится на каком-то, там, сопровождении. То есть, безопасность здоровья и безопасность, как бы, себя, да, мы это гарантируем. Мы гарантируем заранее согласованную компенсацию расходов. Мы гарантируем, что, ну, не то, что гарантируем, мы говорим, что мы вас включаем в этот проект, потому что он отвечает вашей мотивации, то есть, мы говорим, что мы реализуем вашу мотивацию и дадим возможность для самореализации. Вот эти вот два еще аспекта мы им тоже, ну, проговариваем постоянно. Вот, ну, здоровье и безопасность – это да. Ну, а с точки зрения, вот, какой-то, не знаю, там, дополнительной поддержки, работа в хосписе очень непростая, человек может как-то устать, там, еще что-то там. У нас есть супервизия, у нас есть мероприятия для поддержки таких волонтеров. То есть, вся спонсорская поддержка, которая направлена на волонтеров, она в основном идет, кстати, на волонтеров, там, из хосписов, больниц и уходу за лежачими на домах. Мы их развлекаем. Слава богу, нас поддерживает, ну, множество медийных лиц, поэтому, когда происходят какие-то концерты в наших регионах, нам всегда, ну, они дают возможность, как бы, там присутствовать именно тем волонтеров, ну, из этих направлений. Вот, и, в принципе, в волонтерском сообществе на волонтеров, там, из хосписов, они, безусловно, уже не смотрят, у кого там баллов больше, потому что, ну, понимают, что насколько это вот морально все. Они, конечно, равны среди равных, но все-таки впереди всех, потому что это, да, это очень сложно, ну, и найти таких волонтеров. Вот, знаете, у нас были случаи, когда туристические агентства предлагали путевки бесплатно, горячие, ну, бесплатно абсолютно, именно для волонтеров, поэтому, ну, тоже. Ну, а супервизия – это что? Можешь поподробнее рассказать про супервизию? Что это, как организовано, зачем это все? Это, ну, это ежемесячная работа с психологом по запросу. Если, кстати, волонтер, там, несколько месяцев отказ от работы, ну, от встречи с волонтерами, это тоже, ой, от встречи с психологами, это тоже звоночек, что это горячая линия, по которой он может обратиться как и вышестоящему координатору по этому направлению, так и психологу из федерального, ну, из нашего, ну, я называю Новосибирск федеральный головной офис. Ну, так оно и есть, по факту, да, понятно, у вас. Вот, то есть у него есть возможность получить помощь, у него есть возможность, там, в чате для внутренних вопросов, которые, как бы, ну, не должны выходить, ну, там нет лишних волонтеров, да, обсудить какую-то ситуацию. А это все как-то отслеживает, курирует вот этот координатор, и он перед вами отвечает за то, что мы все не рассыплятся, да? Да, да. Как правило, у всех координаторов есть помощники, которые, ну, либо он это отслеживает, либо его помощники. А психологи эти, это тоже пробоны из каких-то фирм или что? Да, как правило, это либо волонтеры пробона, либо корпоративные волонтеры, либо у нас были случаи, когда это, ну, действительно волонтеры, ой, не волонтеры, а психологи на зарплате. Ну, это все зависит, конечно, от граммств, либо спонсорской поддержки, мы не всегда можем платить. А зачастую еще бывает в регионах, что мы и готовы заплатить, но профессионализм психологов очень, как бы, ну, неоднозначный, и мы просто не можем даже подобрать для некоторых случаев, но, как чаще всего, это не для волонтеров, а именно для подопечных, квалифицированного психолога. Но, опять же, смотрите, я хочу подчеркнуть, мы не только для рядовых волонтеров, ну, которые просто, ну, непрофессиональные, да, ставим жесткие условия, ну, не условия, а требования к ним предъявляем, мы эти требования предъявляем и для волонтеров пробоны, и корпоративщиков. Если ты работаешь на нас бесплатно, это не значит, что ты будешь делать то, что ты захочешь, когда ты захочешь, и как ты это представляешь. Нет, рамки сразу оговариваются, любым волонтером подписывается. Если это подписывается, ну, корпоративный волонтер, это трехсторонний договор с компаниями, с ним и с нами, то есть там все понятно, четко, в какой срок, в какое время можно обратиться, и какой объем помощи можно получить. Вы вообще со всеми волонтерами подписываете договор? Нет, мы подписываем, они подписывают соглашение и правила на первом мероприятии. Если там он становится материально ответственным лицом, либо еще что-то, они подписывают дополнительно, ну, для разных проектов у нас разный пакет документов для волонтеров. Но у нас нет такого, что мы... Закон волонтер не может материально ответственным быть. Он может быть материально ответственным, если он, например, на благозабеге отвечает там за кассу либо сидит с ними, либо еще что-то. Нет, не может. Ну, в смысле, по факту может, а по закону вы с него не взыщите ни копейки, если он уйдет с кассы. Если с ними договор ГГХ заключен, ну, это, да, конечно, не совсем... А, ну, на 1 рубль. Нет, если ГПХ на 1 рубль, то да. А если не рубля, то не взыщите. Ну, извините, у нас либо стоит волонтер на кассе, и с ним стоит сотрудник, либо это, извините, договор ГГХ. Не, ну, тут да. Да. Друзья, вы, пожалуйста, смело включайте микрофоны, задавайте вопросы или там поднимайте ручки, вот знаете, да, там как в Zoom показать, что вы хотите задать вопрос. Было пару вопросов в чате, мне показалось, мы на них уже ответили. Если не ответили, то вы тогда, пожалуйста, тоже включайтесь, уточняйте, и все, что вас интересует о системе работы с волонтерами, вот, созвездие Сердец, то Маргарита, она будет отвечать. Я тогда сейчас специально какую-то паузу удерживаю, давая вам возможность подключиться. Если кто-то же... Вот, пожалуйста, да, Анна, пожалуйста, пожалуйста, смело микрофон включайте и говорите. Здравствуйте, я бы хотела узнать, я немножко пропустила начало конференции, я бы хотела узнать, а созвездие Сердец работает только в одном городе, или, например, в Подмосковье есть тоже какие-то свои центры. Спасибо за вопрос, Анна. Созвездие Сердец, Новосибирский фонд, который по мере своего существования стал работать в 40 регионах. В 22 регионах, это в основном Сибирь, Урал и Дальний Восток, мы ведем регулярную нашу деятельность, еще в 20 регионах мы ведем эпизодическую, ну, поскольку у нас там нет, например, постоянного координатора, который мог бы вести эту деятельность, либо нет сотрудника. Если говорить про Москву и Подмосковье, у нас есть в Москве волонтеры, но в основном они либо нацелены на фандрайзинг, работу с главным офисом компании, либо на встречу и сопровождение наших региональных пациентов, которые приехали на лечение в Москву. Деятельность в Москве волонтерскую мы, как правило, не ведем. Мы считаем, что Москва достаточно, ну, развитый центр, и там очень много добровольческих движений. Если к нам приходят заявки из Москвы, мы просим наших волонтеров, которые к нам обратились, потенциальных, обратиться к нам к партнерам. Либо там на сайте волонтеры.ру, либо к Даниловам, дети-сироты и многие другие. Мария Сафронова, простите, если вы вопрос, продолжайте, пожалуйста. Да, продолжайте. Нет, нет, я просто хотела сказать спасибо. Спасибо вам. Да, пожалуйста. Мария вот что-то писала. У меня просто в чате куда-то убегает. Я, к сожалению, не могу читать их, потому что я их уже не вижу. Смело, друзья, включайте микрофон, задавайте вопрос. Или, Рит, если ты видишь чат, потому что я чат не вижу. Мария Сафронова спрашивала, существует ли какая-то система отбора волонтеров. Мы это уже обсудили. Да, поощрение. Сколько времени занимает обычное волонтерство Евгения? Вопрос от Евгения мы тоже ответили. Как мы поощряем своих волонтеров? Вы знаете, у нас хороший вопрос. Все, конечно, зависит либо от денег, либо от фантазии и креативов наших волонтеров, которые за это отвечают в том либо ином городе, либо мероприятии. Но хочу рассказать, что в свое время у нас очень хорошо работали именные звезды на футболках. То есть созвездие сердец – это звезды. У нас на каком-то слайде был наш первый логотип. Это на все такие вот звезды, такие нарисованные как бы сердца, верхушки их и звездочка-звездочки. И мы первые поощрения, которые сделали спустя три года нашего существования, до этого как-то мы не догадывались, что это нужно делать для волонтеров, потому что сами волонтерили безвозмездно и спасибо не ждали. Мы стали вручать отличившимся волонтерам футболки, где звезда была с фамилией. То есть они получали именные звезды. Если говорить про наш новый сайт, который сейчас временно не работает, соцфон, то там есть звездное небо. И целое созвездие, названное именами и фамилиями наших волонтеров. Чтобы эту звезду получить, это все знают, что это достижение. Мы, например, в чате, которые относятся к поощрению, спасибо, либо другие рассылки. Мы пишем, что звезду получил такой-то волонтер в свое созвездие. А сейчас это они все через геймификацию могут на нашем сайте в отдельном разделе это все увидеть. Не могу, к сожалению, вам сейчас это все показать, потому что сайт в настоящее время недоступен. К нам часто обращаются спонсоры различных, которые говорят, вы знаете, вот у нас есть планшеты, или MP3-плееры, или еще что-то. Вот мы считаем, что детям и так там сиротам достаточно, вот мы хотим именно ваших волонтеров поощрить. И вот через бонусную систему, о которой я ранее говорила, мы распространяем и поощряем. Есть поездки, поездки как по России, но у нас было несколько прекрасных возможностей, когда мы отправляли на стажировки наших волонтеров за рубеж. Ну, это Германия, Армения. Ну, это всего было пять поездок, поэтому не сильно-то хвалиться, чем есть, но то, что сам вообще прецедент такой, это тоже для нас вот... А, и одна Турция была по горячей путевке. Вот, поэтому примерно так. Часто мы поощряем тем, что люди общаются там со звездами. Они приезжают, они приезжают на концерты, если мы заранее там за год договаривались, там есть какой-то день на общение с нашими подопеченными и теми волонтерами, которыми мы хотели бы поощрить. Как-то так. Ничего нового особого мы не придумали, наверное, стараемся делать все то же самое, что и наши коллеги. Спасибо огромное. Так, я нахожусь в Москве, как бы мне помочь фонду, и вы ответили про Москву. Да, Евгения, знаете, если вы нам пришлете на нашу почту, которая есть у нас на сайте, что вы находитесь в Москве, вы такая-то, и вы готовы помогать, то с вами свяжется... Ну, помогать, если вы в этом заинтересованы в части сопровождения наших пациентов, которые приезжают на излечение, либо в части там фонд-райдинга, решения каких-то вопросов, то ответственные люди по этим направлениям с вами свяжутся и обсудят ваши возможности, потребности и найдут, надеюсь, ту мотивацию, которая будет и вам, и нам интересна для сотрудничества. Вам спасибо. Да, спасибо огромное. Друзья, если вопросы есть... Есть, есть. Расскажите, пожалуйста, про партнерство с властью. Насколько получается и в каких областях. Знаете, когда мы... Когда я начинала волонтерить, в то время очень было популярно ругать органы власти и государства, что все у нас плохо, конец 90-х годов, начало 2000-х, кризис за кризисом, и все плохо. Но, честно говоря, это никогда не отвечало моей мотивации. Я всегда считала, что мы не для того, чтобы ругать органы власти, а для того, чтобы им помогать в решении острых проблем. И на протяжении вот всех 20 лет, которых в следующем году нам будет 20 лет, как осуществует добровольческое движение, фонду исполнено 10 лет, мы всегда с органами власти сотрудничаем конструктивно, как правило. Да, в отдельных регионах, в отдельных министерствах бывает так, что нас принимают штыки, у нас на несколько лет мы просто выпадаем из взаимодействия с каким-то там министерством, но в целом по стране, по картине мы достаточно конструктивно работаем. И мы, как правило, привлекаемся для решения, ну, как текущих социальных проблем, так и каких-то там потрясений, которые случаются. Ну, вот скажу, что когда случилась вот эта украинская история, пошли беженцы, у нас в регионе нас привлекали для решения проблем с украинскими беженцами. То есть наши волонтеры пробуона помогли, в частности, приведенные примеры с переводческим агентством ЮНО, помогали там в переводах и документах, чтобы они могли получать там вид на жительство, гражданство и все остальное. Мы помогали там им с размещением, потому что Новосибирская область получила, ну, какое-то колоссальное количество квоту на принятие вот этих беженцев. По-моему, третий или пятый в стране, ну, очень большое количество. Я, конечно, сейчас могу ошибаться. Вот. Мы им постоянно помогали. То есть когда происходят какие-то потрясения, нас всегда привлекают для решения. Ну, и в решении текущих проблем тоже. Ну, а в каких областях, не совсем понятен вопрос, вы про регионы, они перечислены, либо по каким направлениям. Ну, например, мы участвовали в принятии всех там концепций, программ, посвященных волонтерству как в регионах, так и федерального законодательства. То есть мы во всех трех федеральных вот этих вот советах присутствовали активно участвовали, предлагали, согласовывали и многое другое. То есть, ну, не скажу, чтобы была какая-то область, в которых мы как бы, ну, не нашли понимания или нам сказали запрет, что вы в этом не участвуете. Даже нас рассматривали одно время, как включить наши мероприятия в планы года по волонтерству. Ну, поскольку мы не охватываем всю Россию, а меньше там 50 регионов, то мы в него понятно не вошли, но причины нам были понятны. И это было как бы, ну, нормально, все понятно, почему нас там нет, и равные условия как бы были соблюдены. Не знаю, Мария, ответила ли я на ваш вопрос, но как смогла. Если есть какое-то уточнение, то... Я хотел, знаешь, что спросить еще, вот все-таки про социальные медицинские учреждения. В общем, мы сказали, а не могла бы ты все-таки перечислить, ну, виды, вот хоспис уже назван, а что это еще за учреждение, и мне очень интересно, а что конкретно все-таки волонтеры там делают. Вот хоспис серьезное учреждение, медицинское тем более, действительно, с сложными условиями допуска, а что они там делают, и насколько... и другие, а какие еще бывают, где вы работаете? Ну, если говорить про хосписы, кстати, можно посмотреть видеоролик по Омской области, который был снят нами и нашими партнерами, которые участвовали в нашем как раз межрегиональном добровольческом ресурсном центре и проекте МДРЦ, который посвящен на развитие волонтерства, именно социального волонтерства в регионах, там и наши мероприятия, и мероприятия наших партнеров, которые нами поддержаны, и куда наши волонтеры направлялись. Это различные больницы, я уже приводила пример, что это может быть просто развлечение детей, которые там находятся, ну, например, это туберкулезный санаторий, да, либо это волонтеры, которые находятся там по заявлению мамы, что вот этот человек именно будет лежать с моим ребенком, потому что у меня там и свои дети, и коровы там в селе. Это может быть какие-то творческие инициативы, типа раскрасить стены для, ну, как бы, увеселения там пациентов, это различные мастер-классы, это волонтерцы, которые помогают детям подтянуть учебу, это, я даже не знаю, это какие-то театральные либо певческие постановки, вот в видеороликах это у нас там есть, это если говорить про больницы, это непосредственно это непосредственно эти волонтеры, которые ухаживают, ну, младшее звено, которые подмывают палаты, да, и ухаживают за лежачими, помогают их переворачивать, да, медперсоналу. Ну, это волонтеры-психологи, это просто волонтеры, которые читают книги либо журналы, ну, даже не знаю. Ну, хорошо, а о социальных учреждениях каких вы работаете? Это приюты, это детские дома, это материнские обители. А там что они делают, волонтеры? То же самое перечисленное, развлекательные, образовательные, спортивные мероприятия, это мероприятия там по, именно, контакт человек с человеком, да, чтобы выслушать историю, от кого, ну, что там в жизни у бабушки или у дедушки случилось, либо просто поговорить с ребенком и разобраться, почему он такой грустный и узнать, что у него конфликты со сверстниками, как это все можно решить. Да, мы наставничеством, безусловно, не занимаемся, ну, потому что в тех регионах, где мы присутствуем, там есть более сильные организации, которые только этим не занимаются, и мы считаем, что зачем нам лезть на их поляну, если уже есть организации, которые прекрасно с этим справляются. Мы изначально, почему у нас в каждом регионе очень разные направления для волонтерской деятельности, хотя они в рамках наших мероприятий, типа социальное волонтерство, да, фандрайзинговое волонтерство, ну, и перечислено по корпоративному микробону, но они все равно отличаются из-за региона в регион, потому что очень многое зависит от того, какие сильные координаторы там есть, какие направления им все-таки наиболее близко. Ну, понятно, да. Например, Челябинск – это детские дома в основном, да, Омск – это хосписы, больницы, донорства, Екатеринбург – это бездомные детские дома и материнские обители, но Новосибирск – это тоже больницы, очень много по семьям и много по пациентам и различных наших партнерских НКО. Ну, так вот. А статус вот этого координатора над учреждением по отношению к руководству учреждения, вот это кто? То есть он что, реально коммуницирует там с директором, не знаю, с кем, а от кого он принимает заявки эти или обходит палаты, как это все? Ну, по-разному, схема такая. Значит, заключается договор между нами и учреждением, где указаны наши представители, которые представляют интересы фонда на местах, с которыми можно в первую очередь решать все проблемы. То есть он отвечает за тех волонтеров, которые он приводит, то есть он отвечает, что да, и мы действительно их проверим, но за это отвечает и фонд, но он как, мы-то на бумаге это отвечаем, да, и мы где-то далеко в Носибирске. А, например, в Чите есть конкретный человек, который там проживает, и с ним можно связаться по местному времени, то есть вот. Да, он получает и согласовывает запросы учреждений, например, на финансовую поддержку, на волонтерскую поддержку, на согласование мероприятий, то есть он согласует мероприятия и с нами, и с ними, то есть смотришь, что да, это то, что нам подходит, это не использовать наших волонтеров как раб в силу, да, и принеси, подай, и не мешай, да, то есть со всем уважением. И он смотрит, чтобы не нарушались там правила официального и неофициального самого учреждения. То есть он как прокладка, которая должен согласовать вот эти все нюансы, чтобы не было потом никаких там непонятных ситуаций. И после всех этих согласований, утверждений, он уже предлагает волонтерам, да, вот эти вот рабочие задачи и контролирует их выполнение. И, как правило, он уже при планировании, при согласовании, он уже понимает, каким активом он обладает, какие волонтеры у него в базе есть, активные, неактивные. Очень частенько бывает, что надо перекинуть, например, ему нужен срочно волонтер, там, дизайнер у него в регионе, нет, он отправляет там заявку к нам, и волонтеры, которые занимаются там волонтерами пробона либо дистанционным, потому что, ну, частенько есть просто человек, он не корпоративный волонтер, он даже, может быть, не волонтер пробона, потому что хобби рисовать у него. Но он, например, из Читы может нарисовать что-то для там Липецкого. Ну, понятно, да, 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 да. Да, понятно. Хорошо, да, спасибо, там, посмотри, еще вопрос, Мария предложила. Расскажите, пожалуйста, про команду фонда. Какая у вас структура распределения обязанностей? Я имею в виду штатных сотрудников фонда. Очень интересный вопрос, спасибо. У нас, да, чудесный вопрос. У нас много лет два штатных сотрудника, директор, бухгалтер. В среднем ежегодно у нас от 11 до 25 сотрудников, которые на 11 месяцев это договор ГПХ. И в среднем у нас, как правило, около 35 в год постоянных волонтеров пробона. Что это такое? Ну, вот если говорить про бухгалтеров и юристов, они с нами не просто, как бы, на год, да, они с нами уже 10 лет, как фонд существует, ежемесячно все проводят и делают. У нас около 7 лет пиарщики, которые волонтеры пробона, инмар, они ежемесячно согласовывают с нами там публикации, либо мероприятия, помогают их проводить, приглашают журналистов и так далее. У нас есть там 5-7 дизайнеров, которые работают над нашими проектами. Да, они не наши сотрудники, но это не разовая помощь, это постоянный пул волонтеров пробонов. Из года в год это разное количество, но меньше 35 у нас еще, как бы, ну, не снижалось. Это там веб-мастер, который следит за сайтами, либо делает лендинг на какие-то мероприятия и так далее. Ну, вот примерно так. Наша, вот эта вот масштабная деятельность, она стала возможна только из-за волонтеров пробона, которые, как сотрудники, ежемесячно из года в год с нами, ну, сотрудничают и нам помогают. Этим, кстати, наверное, все-таки обусловлено тем, что мы сначала сотрудничали просто с волонтерами пробона, частными лицами. У нас был, например, первый бухгалтер параллельный, да, которая вела там 30 фирм, но мы постоянно были в паралете, потому что то у нее 30 фирм, то 35, то 40. В итоге мы стали все-таки работать через юрлица. И вот с объединения регистрации вот 10 лет мы сотрудничаем и горе не знаем. Вот, поэтому не бойтесь, что у нас два штатных сотрудника, да, и меняется количество сотрудников на ГГХ, мы в основном деятельность вытаскиваем за счет волонтеров пробона. И я считаю, что наш опыт в чем-то, он пошел из нужды, потому что у нас, когда мы организовались, у нас не было денег на зарплату, я сама 11 месяцев была без зарплаты, но это мой осознанный выбор, я это знала, когда я из бизнеса ушла на НКО. И вот эта нужда привела к уникальной просто технологии, которую мы смогли вот этих волонтеров пробона привлекать и привлекать настолько длительный срок, ну, просто несколько лет с нами сотрудничают и работают, уже десятилетия, вот некоторые волонтеры пробона у нас десятилетия отпразднуют. Ну, а вот функции ГПХ, в смысле, те функции, которые вы закрываете сотрудниками по вот этому договору ГПХ, это что за функции? Ну, это же зависит еще от проектов, ну, например, получили мы президентский грант, у нас сотрудников на ГПХ стало больше, не получили мы, вот у нас сейчас пожертвование, оно уменьшилось, безусловно, как и у многих коллег. у нас какие-то проекты, ну, слава богу, вот учреждения тоже закрыты, поэтому часть проектов, она просто схлопнулась, и, ну, мы их не можем реализовывать, нам либо сотрудников нужно на ГПХ удерживать, либо их как-то вот переключать на какие-то другие проекты. мы же не только благотворители, да, у нас есть еще и ряд проектов по социальному предпринимательству, ну, в рамках данной, как бы, встречи не хотелось бы на этом останавливаться, потому что... Ну, да, и другая тема, но понятно, что нужно как-то подрабатывать, зарабатывать, это совершенно естественно, да, конечно. Но у нас есть такая беда, что очень... у нас не было ни одного сотрудника, который бы ушел сам и ушел бы, ну, как бы, безвозвратно. У нас в основном либо уходит в декрет, либо их переманивают наши коммерческие партнеры. И потом такие счастливые говорят, ой, ваша Катя все умеет, или ваша Настя просто умеет и то, и то, и то. Где она научилась? Они говорят, мы научились этому всему фонде, потому что, ну, там надо и тем, и тем, и тем, и тем заниматься. Если бы мы могли давать ипотеку, то многие наши сотрудники, которые переманили наши бизнес-партнеры, были бы с нами. Но, к сожалению, ипотеку мы давать не можем, и приходится радоваться за коллег и растить новых волонтеров. Слава Богу, из волонтеров есть, кого выбрать, и, слава Богу, они даже частенько приходят к нам работать иногда на понижение зарплаты. Вот там вопрос еще появился. Какие задачи вы ставите перед фондом в плане развития стратегической перспективы к выточке роста фонда? Стратегия, да, сложный вопрос. Каждый декабрь, это все, в ноябре-декабре мы это обсуждаем, в январе согласовываем. Знаете, у нас есть мечта. Очень часто, ну, почти каждый день нам раздаются звонки и говорят, слушайте, мы из такого-то города, мы готовы быть координаторами, там, доказывать делом, что вы можете нам доверить, чтобы было ваше представительство. Либо звонит нам какая-то женщина, говорит, нам нужна помощь, а это не наш регион. И у меня все-таки есть мечта, чтобы мы наконец-то, это стратегия нашего фонда, чтобы мы наконец-то перестали себя искусственно ограничивать только тремя федеральными округами и наконец-то перешли вот в те федеральные округа, где мы там эпизодическую деятельность ведем, потому что там сильные координаторы и нам с ними никак не распрощаться и хочется с ними дальше работать. И работали уже на постоянной основе. Почему эта задача как бы не расширение ради расширения на всю Россию. Нет, во-первых, у нас есть кое-какие ресурсы, чтобы это сделать, а во-вторых, есть потребности в этих регионах, в частности, от некоммерческих организаций, они говорят, ну, придите с вашим проектом наконец-то к нам и, пожалуйста, уже привлекайте волонтеров для нас и ведите свою добровольческую деятельность. Вторая причина, почему мы хотим как бы немножко расшириться, помимо того, что есть уже опыт, есть фундамент и есть потребности снизу, да, есть наша задача сверху. Когда мы приходим в какой-нибудь СМИ, когда мы приходим в какой-нибудь крупный федеральный бизнес, нам говорят, ну, например, приходим мы в банк, не буду называть его, они говорят, вы слушайте, вы замечательны, мы про вас много слышали и отзывы у вас хорошие, но мы не можем помогать, потому что главный офис сказал, мы можем помогать только линии жизни, весь банк помогает по всей России только линии жизни. Они федеральные, мы федеральные, мы помогаем только федеральным организациям. Мы приходим на ВГТРК и говорим, давайте сотрудничать, снимите о наших волонтерах сюжет, о наших подопечных, о наших проектах. Говорят, вы замечательны, мы вас любим, мы о вас много слышали хорошего, но мы не можем вам помочь, потому что вы не федеральные, нам сказали помогать и снимать сюжеты только про Росфонд. Ну, понимаете? И поэтому мы понимаем, чтобы наращивать как бы и финансовую составляющую, устойчивость, и продвижение, потому что мы все-таки известны довольно-таки в узких кругах. Назнают коллеги очень хорошо, признаны, ну, признали наш профессионалист и системную деятельность. Назнают органы власти во многих регионах хорошо, потому что, когда я говорю, что из других регионов приходят запросы, это не только от подопечных волонтеров, но и органы власти говорят, ну, придите в наш регион, пожалуйста, помогите нашим НКО в развитии волонтеров, просто освободите их от этой функции, дайте им волонтеров нормальных. Именно не событийных, не массовые, не спортивные, а именно по социальному волонтерству. Вот. Ну, поэтому я надеюсь, что, конечно, не в 2021 году, потому что нужно пережить потери 2020 года, переосмыслить это все, и мы надеемся, что в 2022 году мы все-таки начнем добавлять себе большее количество регионов, стабильную регулярную деятельность, и, возможно, мы сейчас присматриваемся к Приворскому федеральному округу, все-таки хотим как можно быстрее его охватить и стабильно уже работать. Скажи, пожалуйста, вот про вот этот вот год пандемии, а работа с учреждениями, она у вас вообще заморозилась, или вы как-то перешли в онлайн, то есть, что у вас произошло? Ну, с пандемией у нас, понимаешь? Не подружились мы. Нет, ты понимаешь, у нас ничего не изменилось. Я вот смотрю на коллег, они говорят, у нас так много всего изменилось, новые технологии, новые, у нас не изменилось. Вы как работали изначально с удаленными волонтерскими группами, дистанционно во многих регионах, да, где-то были координаторы, где-то координатор не в Екатеринбурге, а по всему Уральскому федеральному округу из года в год. То есть, мы это давно уже умеем. Пандемия, вот эта дистанционка... Не-не, в хосписе-то пускают? А? В хосписе же не пускают, наверное, вас. В хосписе не пускают, в большинстве случаев. Некоторые хосписы просто взяли и раздали своих подопечных по семьям, вернули их туда. То есть, мы стали больше работать, безусловно, как и все с семьями с адресной помощью, меньше стали работать в учреждениях. Объем работы, объем добровольческих мероприятий, безусловно, у нас в разы снизился, поэтому я показывала... Это везде, это у всех, да. Да. Ну, ничего страшного. У нас были как бы периоды, когда в каком-то регионе там ключевые министерства, там, Министерство социального развития категорически не хотел с нами работать, ставил свои карманы НКО и нас всячески скотопил. Мы сказали, ну, без проблем, мы много где нужны, мы просто отходили в сторону. То есть, тут мы отошли в сторону и ничего нового как бы для нас страшного не случилось. Но, знаешь, что самое интересное? Я хочу вот немножко вернуться к предыдущему вопросу, он касается вот, и пандемии. Как неудивительно это звучит, но в этом году очень много запросов из стран СНГ. То есть, у нас до 2014 года было очень большое добровольческое движение на Украине. В силу там известных событий мы перестали там работать и наши волонтеры с Украины до сих пор пишут, но они говорят, мы тоже не можем с вами работать, иначе нас там сразу же, образно говоря, закопают. Ну, удивительно, что 2020 год он как-то пошел на не разъединение границ, а на объединение вот каких-то вот активностей. У нас сейчас очень много проектов нацелено и на этом году по общественной дипломатии там со странами СНГ, не только как бы стандартные страны, с которыми мы уже давно сотрудничаем, несмотря, ну, даже несмотря на пандемию в этом году, там типа Казахстана, на Сибирской области граничит, это самые ближайшие наши соседи, там Белоруссия либо Армения, но у нас тут появилась там Сербия, Испания, Германия, то есть, говоря про стратегию, в этом году у нас большой будет акцент именно на проектах общественной дипломатии, мы, возможно, будем там в странах СНГ возрождать наши волонтерские чеки, но не искусственно, а там, где действительно до сих пор есть наши волонтеры либо те, которые хотят с нами работать. Вот, поэтому любой кризис... А что они будут делать там? Знаешь, обмены подопечных, волонтерские обмены, волонтерские стажировки, несмотря на то, что страны разные, например, волонтерский фондрайвинг, он очень как бы, ну, кейсы, которые там есть, они подходят и для нас, и для них, то есть, есть чем обменяться и посмотреть. Но, опять же, варианты, когда ты поощряешь волонтеров тем, что волонтерская стажировка в другой стране, это, извини, это тоже как бы, ну, смена климата, смена обстановки, новые социальные средства, это всегда... Другая культура, другая кухня, это всегда интересно, и при этом она практически, как бы, ну, не таких больших денег стоит, а практически, как бы, опыт, который волонтер и съедил, и отдохнул, и получил поощрение, и получил новый опыт, познакомился с новым опытом, это, конечно, на креатив очень сильно влияет. Друзья, есть ли у вас еще вопросы какие-то к Маргарите? Если есть, то смело включайте микрофон, пишите, или вопросы задавайте. Пока вы думаете, да, я спрошу вот про такое редкое направление, действительно, волонтерский фандрайзинг, ну, вот представь, что я вообще, на самом деле, это так и есть, именно в этой теме, я ничего не понимаю, и ты хочешь мне рассказать, что это такое, как это работает, вот, и научить меня, вот, что это такое, как это работает, научи меня. Слушай, ну, я боюсь, что у нас время, которое осталось, но это тема, действительно, один разговор. Но я хочу сказать следующее. Это понятное, что это такое, да. Какой бы мотивация волонтер не приходил, у него всегда, в той, либо иной мере, есть мотивация для самореализации. Самореализация зачастую подразумевает не только заняться тем, что мне нравится, и не связано с работой, с деньгами, и, возможно, связано с хобби. Но и самореализация, когда я хочу чем-то заняться, но это не всегда связано с тем, что я умею, то есть это какая-то должна быть новая область. Еще я хочу сказать, что мы вот все-таки в НКО, может быть, коллеги со мной не согласятся, да, заранее извиняюсь, но мы все-таки зашоренные, мы настолько в этом НКО, мы настолько вот нехватки денег, что креатива зачастую нам не хватает, вот реально, ну, не знаю, мне точно креативности не хватает. Поэтому, а люди-то вокруг нас талантливые и необычные, и когда мы говорим, ребята, слушайте, ну, нужно решить какие-то вопросы, какие-то проблемы решить нестандартным опытом, люди готовы помогать. И зачастую мы говорим, слушайте, ну, вот нам нужно привлечь деньги, и мы садимся и начинаем думать, каким же способом можно привлечь вот какие-то деньги. Ну, вот, например, акцию по, крути педали и зарабатывай деньги, это вот тоже придумали наши волонтеры. Вот. Слушай, я вот даже так растерялся, я даже не знаю, какую-то тему тебе объяснить. Ну, вот волонтер-фандрайзер, это что? Это тот, кто условно в городе Калининград от вашего имени обходит офисы и говорит, здрасте, вот есть Маргарита, дайте денежку, волонтер-фандрайзер, это тот, который организовывает волонтерские мероприятия фандрайзинговые силами волонтеров, то есть, ну, без нашего, зачастую без нашего участия, но оно официальное, то есть фонды везде публикуют анонсы, что это мероприятие проходит от имени фонда. Понимаешь? Ну, то есть, если, условно говоря, человек придумал акцию, ну, там, одна из самых... Он приходит к нам, согласовывается. Условно говоря, деньги отдать вам, вот это есть волонтерский для вас фандрайзинг. Или забег где-то он сделал, да, или что. То есть, это не те, кто ходят по офисам. Нет, мы везде пишем, что наши волонтеры не ходят по офисам, не собирают в ящики, не ходят по транспорту, не ходят и так далее. Несколько лет назад было несколько аксессов, когда нам звонили, что вот ваши волонтеры ходят и так далее, и мы встали очень часто, где везде писали, ну, не знаю, мы, по-моему, уже всех приучили, что это не мы. Когда мы работали только в Новосибирске, а нам позвонили из Липецка, журналисты и показали сайт Липецкого фонда, где были наши фотографии с различных благозабегов и так далее, ну, тоже пришлось, как бы, все это брать в русло. Теперь, как бы, ну, очень большое количество людей знает, что созвездие сердец собирают только на наших собственных группах, на собственных сайтах. Мы нигде не присутствуем ни на добро-мейл, ни на нужной помощи, нигде не благору, мы это собираем только на своих источниках. Поэтому очень легко стало отслеживать мошеннические там страницы сайта, и мы сейчас заканчиваем регистрацию торговых знаков, и считаем, что направление получше будет. Друзья, есть ли у вас, или ты хотел добавить что-то? Нет. Я просто хочу сказать, что у нас вот различные мероприятия, есть отчетные видеоролики на нашем Ютубе, поэтому там можно кое-что посмотреть, увидеть и так далее. Да, да, да. Друзья, есть ли у вас, да, какие-то вопросы? Вот кто-то уже писал, что нет, кто-то еще, может быть, хотел задать вопрос или что-то такое, вот как эта история в Новосибирске работает и так далее. А скажи, пожалуйста, тоже вот пока, коллеги, если что, смело меня перебивайте, потому что, ну, приоритет сейчас, безусловно, за вами. Скажи, пожалуйста, вот по поводу денег, да, как я понимаю, именно вот организация волонтерского труда с точки зрения непосредственно денег, не в пересчете на деньги, а с точки зрения денег, да, она для вас, ну, как-то стоит каких-то минимальных денег, а вот, то есть, собираемые средства вы уже расходуете как фонд, да, там, кому-то что-то, не знаю, покупаете, оплачиваете, там, каким-то благополучателем или что, правильно? все собранные средства официально идут на расчетные счета, мы не собираем деньги на личные карты волонтеров, либо самих себя, нет, у нас такого нет, мы собираем только на расчетные счета, это наша официальная позиция уже много-много лет, когда еще как бы никаких вот там подписных протоколов в нашем бизнесе, ой, профессиональном сообществе еще не слышали, бывают такие случаи, когда, понимаешь, у нас как бы проверяющие органы зачастую спрашивают, никуда мы деньги потратили, потому что настолько это все прозрачно, и аудиторскую проверку мы ежегодно проходим, что вопросов нет, бывают, спрашивают, а можете ли вы подтвердить статус подопечного, что ему действительно нужна помощь, бывает, там нам звонят какие-нибудь киргизы, зимой замерзают, в подъезде их выгнали со съемной квартиры, у них ни документов, ничего нет, потому что они в залоге, эти документы, им нужно срочно сейчас оказать помощь, понятно, что с расчетного счета организации я не могу это сделать, у нас есть чат частных благотворителей, которым мы говорим, ребята, мы проверили все, что смогли, мы рассказываем историю, мы не можем помочь этим людям, вот если вы хотите взять на себя как бы ответственность и помочь этим людям сами, ну, потому что мы не можем в силу вот определенных правил и обстоятельств, то, пожалуйста, помогайте напрямую, не на счет личных карт сотрудников, а напрямую вот, вот так вот бывает, ну, про деньгам, но это единственная лазейка, и только в том случае, когда мы официально документами не можем подтвердить статус подопечного, что он действительно нуждается, или то, что он действительно в природе существует, когда нет документов, это очень сложно сделать. Хорошо, понятно, да. Друзья, я так вижу, да, с вашей стороны, вроде как, вы смогли уточнить, уяснить, да, вот проговорить что-то, что вам было интересно. Скажи, Рита, вот из того, как ты, может быть, готовилась или что-то, вот, может быть, ты что-то не сказала или хотела сказать? Ну, пока что мы завершаем, я хотела бы задать небольшой вопрос самим участникам, вот, которые сегодня у нас присутствуют, если, возможно, в чате напишите, пожалуйста, хотя бы из какого города, мне просто тоже жутко интересно, потому что, что я хотела бы сказать, мы всегда ищем партнеров в регионах. Так сложилась, как бы, ситуация, что в некоторых регионах есть крупные и хорошие, сильные координаторы, и мы много лет с ними сотрудничаем. Потом у них что-то меняется, какая-то ситуация, и они либо уходят, либо приходят, ну, бывает, что в городе нет нашего координатора. Бывает, что у нас заканчивается какое-то финансирование, мы в каком-то городе не можем присутствовать. А волонтеры-то остались, и поэтому мы много лет уже делаем в таком направлении, как бы сотрудничаем, что в каждом регионе мы ищем партнерское НКО, которым помогаем волонтерами. Если по какой-то причине случится какая-то у нас беда, что мы с этого региона уходим, эти волонтеры остаются прикрепленные к нашим партнерам. Но нам важно понимать, что эти организации существуют, что они волонтеры заинтересованы, и они действительно хотят с ними работать. Поэтому мы всегда в поиске партнеров, с которыми мы могли бы посотрудничать в разных городах, даже не в своей территории присутствия. Второе, что я хотела бы сказать, мы привлекаем часто, служим как бы операторами для бизнес-компаний. Да, зачастую это все-таки крупные региональные компании, где главные офисы, Екатеринбург, Новосибирск, Уфа, Пермь, ну то есть какие-то города, чаще всего города-миллионники, но региональные, не Москва, не Питер. Ну, бывает и есть там небольшой пул федеральных компаний. Они к нам приходят и говорят, Маргарита, мы хотим провести там на день рождения компании волонтерскую акцию во всех городах, где есть наше представительство. Я говорю, хорошо, я вам порекомендую всех, как бы, наших партнеров, куда можно обратиться. Но зачастую мы слышим в ответ, извините, у нас не хватит ресурсов, чтобы взаимодействовать с каждым. Выступайте, пожалуйста, оператором, то есть через вас. Мы с вами, как бы, сотрудничаем. Единые, единые ответственные за все регионы, единый стандарт отчетности и так далее. Вы за все отвечаете. Но в каких городах у вас есть собственные координаторы, в каких городах у вас есть партнеры, нас это уже не касается. Мы в этом случае, когда мы выступаем операторами, мы всегда оставляем нашим партнерам в регионах деньги не только, как бы, на проведение самой волонтерской акции, там, закупку, там, привоз, увоз волонтеров, там, помощь их подопечным. Но мы всегда оставляем деньги на уставную деятельность самих партнеров, чтобы они нам помогли, пускай какие-то деньги, как правило, это 20% от суммы оказанной помощи подопечных, осталось у наших региональных партнеров. Поэтому, коллеги, если вы готовы с нами сотрудничать, возможно, не в этом году, да, потому что я не знаю, из каких вы городов. Я пока что вижу Москва, Кжельс. Приветствую, коллеги. Пожалуйста, напишите нам на нашу почту инфо созвездий сердец, и мы с радостью внесем вас в базу и постараемся посотрудничать. Нам бы этого очень хотелось. Да, спасибо огромное. Это важно. Друзья, ну, собственно, у меня, наверное, все. Я, честно говоря, вот и так несколько неловко там горит уже глубокая ночь. Я чувствую, да. Я на самом деле очень удивлен, насколько ты свежа, бодра. Да, у меня такое чувство свежее, бодрее, чем я даже. Хотя у нас... У нас минус 40, у нас тут надо двигаться, а ты замерзишь. Это, конечно, очень вдохновляет. Вот. Спасибо огромное. Друзья, тоже, собственно, и вам за участие, за все остальное. Мы многие вопросы не раскрыли, мы очень крупными мазками прошлись, и мне было бы очень интересно и про акции, и про корпоративные, но я думаю, что это уже будет разговор как-то, может быть, потом. Спасибо вам, спасибо за добрые пожелания, которые были... Коллеги написали в чате, очень приятно, и я рада всем, что мы до конца с вами сегодня были, и я рада видеть отзывы, что вам было интересно, и вопросы, и жду, если что, на нашу почту. Спасибо. Да, спасибо огромное, мне было очень интересно, я тебе очень благодарен, супер. Вот. Все, друзья, всем пока. Рита, еще раз спасибо.